Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы Боинга не меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного, выдумывать желаемые результаты, по большому счету, превратилась в норму для наших западных коллег, и хочется спросить, сколько можно. Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе и отвели нашим усилиям лишь второстепенную роль. Это звучит, конечно, как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом совместной следственной группы и подарили ей, таким образом, возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу. На сегодняшний день следствие продолжает игнорировать неопровержимые доказательства от российской стороны, несмотря на то, что Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные. Еще один очень важный момент. Все, на чем основывается так называемая доказательная база голландской прокуратуры, было предоставлено силовыми ведомствами Украины, которые, несомненно, являются заинтересованной стороной. Мы очень надеемся, что после того, как Российская Федерация передала в совместную следственную группу такие доказательства, как первичные радиолокационные данные, и каждому специалисту понятно, что это самое, что ни на есть доказательство, ситуация действительно изменится. И окончательные выводы следствия, в отличие от предварительных, превратятся в объективную правду и, наконец, укажут на настоящих виновников трагедии. Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России.